около часа ночи поступило сообщение о том, что поселок Затобольск на территории кафе «Казалдаш» был совершен наезд на 25-летнюю клетку кафе, то есть посетительницы, водителем автомашины «Газель». По данному факту был осуществлен выезд на место происшествия, в ходе которого был установлен, что умышленный наезд на автомашине «Газель» совершил 1033-летний житель города Кустанай. В целях соблюдения приземленности невиновности и данных по судебному расследованию, данные подозреваемой настоящей ревья неправе разглашать. Изначально потерпевшая была доставлена в городскую больницу с множественными переломами ребер, там ушибы, ссадины. Исходя из характера телесного повреждения, нами изначально данный факт был зарегистрирован в едином реестре в досудебных расследований по статье 107 уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть умышленные причинения средней тяжести вреда здоровья. Дополнительно, по факту нарушения общественного порядка, в этом же кафе «Казалдаш», было дополнительно возбуждено уголовное дело по статье 293 уголовного кодекса Республики Казахстан. Это хулиганство. В целях установления тяжести причинения телесных повреждений в настоящее время по медицинской документации потерпевшая назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой находится на исполнении. В дальнейшем нами проводилось досудебное расследование, свидетельские показания, в том числе очные ставки, и в настоящее время нами достоверно установлен, как свидетельские показания, так и материалом уголовного дела, что данным подозреваемым лицом наезд был совершен умышленно. В этой связи уголовное дело со статьей «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» было перекомпенсировано на статью 24, часть 3 и 99 уголовного кодекса Республики Казахстан. Это как покушение на убийство. В данное время подозреваемое лицо задержано порядка статьи 128 уголовного процентного кодекса Республики Казахстан и водоварен изолятор временного содержания. Судебное расследование также продолжается. — Насколько он арестован? — Ну, санкции сейчас, как вы сами знаете, дает непосредственно суд с поддержкой. Здесь данным следователем должно...